Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте все те, кто нас слушает в видеозаписи. Сегодня мы завершаем тему апофатического богословия, и вместе с завершением темы апофатического богословия мы завершаем рассмотрение первой части наших бесед по православному богословию, той части, в которой мы говорили о понимании богопознания. И на следующей нашей встрече мы перейдем, помня, конечно, о всем том, что мы рассмотрели, пользуясь теми выводами, которые мы затронули, перейдем к содержательной теме, важнейшей теме православного богословия. Это учение Пресвятой Троицы, или Троичное богословие, или Триодология. Ну а сегодня мы еще несколько слов скажем о том, как же в богословии проявляется апофатическое богословие, установка, апофатическая установка, направленная на то, чтобы постоянно помнить, что все наши слова о боге, все наши категории, касающиеся бога, при всей их полезности для решения тех или иных богословских задач, все-таки не должны абсолютизироваться, и всегда важно помнить, что бог выше даже самых нам представляющихся тонкими, может быть, и возвышенными концепций или теорий. Но давайте несколько слов скажем о Священном Писании. В Священном Писании распространено, это типичная характеристика, одна из типичных характеристик языка Священного Писания, то, что в богословии часто именуется антропоморфизмами. То есть это ситуация, когда о боге говорится с использованием того, что характерно для человека. Ну, например, можно встретить такие выражения, как «дела рук его», то есть «дела рук божиих», упоминаются руки. Или можно встретить такие выражения, когда говорится, что «бог пришел», сошел, «бог ходил», вот, например, в книге «Бытия», в третьей главе мы читаем, что «бог ходил в раю во время прохлады дня», далее сообщается о общении Бога с людьми после грехопадения. «Бог посмотрел», «отвернулся», то есть целый ряд, да даже не целый ряд, а можно сказать, что весь язык Священного Писания пронизан такими антропоморфизмами. Как их следует понимать с богословской точки зрения? Их следует понимать как выражение откровения на том языке, который доступен человеку, привычен человеку. Причем на языке, который был бы доступен самым разным людям, в том числе и людям, не имеющим навыков вот такого логического мышления, метафизического мышления, да и даже вообще людям не философского, может быть, склада. Дело здесь может быть даже не в отсутствии или наличии образования соответствующего, а еще и в том, в особенностях мышления человека, в том, какими способностями обладает или не обладает тот или иной человек. Вот чтобы откровение было доступно по возможности самому широкому кругу читателей, оно выражено такими словами, которые даже простые, не получившие образование, а с другой стороны и не обладающими склонностью к метафизическому мышлению, концептуальному мышлению, вот всеми такими людьми тоже могло восприниматься. Ну а что касается Нового Завета, Сергей Анатольевич, там же во время земной жизни Господа Иисуса Христа, ведь там-то мы в буквальном смысле говорим и понимаем его действия. Да, конечно, конечно. И здесь мы, если обратимся к Новому Завету, то видим, что здесь не идет речь о вот таком приспособленном к восприятию человека повествовании, о некоторых промыслительных действиях, например, Божьих. А язык Нового Завета, он таков, что когда речь идет о Христе как человеке, мы не можем здесь истолковать эти свидетельства вот в таком смысле приспособления к языку человека. Здесь язык вот такого часто прямого, можно сказать, исторического свидетельства, реалистического свидетельства. Буквального, иначе говоря. Да, прямого, буквального, да, свидетельства. И можно, конечно, более внимательно попробовать сопоставить места, те или иные новозаветные, где говорится о Христе как человеке, и ветхозаветные места, где говорится о действиях Божьих. И мы увидим, увидим здесь различия. Все-таки, конечно, даже когда в Ветхом Завете говорится антропоморфно, все-таки сам контекст показывает, что не буквально следует эти места воспринимать, не вот так реалистично их следует воспринимать. Хотя такие места, где реалии человеческой жизни используются, конечно, в Ветхом Завете есть достаточно яркие. Можно, например, вспомнить повествование даже о борьбе, борьбе Бога с прадцем Иаковом. Даже вот такое слово, как борьба, используется в Священном Писании. Но, конечно, строго говоря, эти слова следуют и такие места следуют истолковывать, если пользоваться выражением свидетеля Григория Богослова, Бога приличным образом. Конечно, следует понимать, что это особенность языка, о которой мы уже сказали, и она не предполагает того, что у Бога действительно есть руки, что Бог действительно ходит, что Бог действительно смотрит и, например, отворачивается от кого-то, и тогда уже не видит того, от кого он отвернулся, потому что не смотрит на него, как это характерно для человека. Если человек отвернулся от кого-то, он уже этого кого-то не видит, потому что у него ограничены возможности зрения. Вот в таком смысле, прямом смысле, буквальном смысле, конечно, нельзя истолковывать свидетельство Священного Писания о Боге. Иначе мы придем к тому, что уже назвали идолом, искажающим представление о Боге, да еще и к созданию идола, весьма упрощенного, такого человекообразного, можно сказать, что, конечно, будет иметь самые негативные последствия для христианской жизни. То есть в результате мы низведем Бога на уровень человека, ну или в лучшем случае, может быть, на уровень таких мифологических божественных персонажей, о которых повествуются в языческих, часто религиозных, воззрениях. Вот поэтому и говоря о восприятии соответствующих мест Священного Писания, особенно важно помнить об апофатическом пути. Важно превосходить буквальное такое восприятие свидетельств Священного Писания. Если далее перейти в целом к человеку, к человеческому мышлению, перейти в таком плане уже метафизическом, то вообще-то можно сказать, что все, что доступно человеку, может быть названо антропоморфным. Все, что не говорит человек, даже если он при этом обращается к самым возвышенным категориям, таким как существование, бытие, сущность, ипостась, все это создано человеком в его человеческом мышлении. И все это в конечном счете неизбежно оказывается антропоморфным. Может быть, не в таком прямом и, ну, может быть, несколько упрощенном виде, как, например, слова о том, что Бог ходит или создает что-то руками. Но все-таки, все-таки остается антропоморфным. Иначе человек не может, потому что он человек. Антропос по-гречески это и есть человек. Антропоморфный, это значит, ну, можно сказать, человекообразный, то есть имеющий форму, характерную для человека. Вот поэтому апофатическое превосхождение антропоморфизмов распространяется на все богословие, на все богословские выводы, касающиеся Бога. Всегда, какой бы теории весьма тонкой, возвышенной мы не обращались к богословской, всегда важно помнить об ограниченности этой теории. Ограниченности этой теории и невозможности безоговорочно распространить ее на Бога. Необходимости, соответственно, превосходить ее в понимании Бога. Ну и несколько слов о том, как практически реализуется вот эта апофатическая установка. Апофатическая установка, может быть, можно сказать, на минимизацию антропоморфности. Полностью исключить антропоморфность невозможно, иначе не может человек вообще ничего сказать. Он замолкает, когда размышляет о Боге. Но задача минимизировать антропоморфность, то есть свести ее к минимуму, может быть для богословия важна. И одно из направлений важных вот такой апофатической минимизации антропоморфности может быть охарактеризовано как исключение из понятий, которые мы прилагаем к Богу, того, что Богу не соответствует. Очищение, как иногда выражаются богословы, очищение, апофатическое очищение богословских понятий. Ну и давайте приведем некоторые примеры. Например, Бог вечен. Мы говорим о том, что Бог вечен. Хотя здесь не содержится прямого отрицания, но это свойство апофатическое, и оно предполагает утверждение по отношению к Богу, что Бог не связан с категорией вечности, не подчинен, точнее, простите, не вечности, конечно, а категории времени. Не подчинен необходимым образом времени. Никак не ограничен временем. И, соответственно, мы говорим о том, что Бог вечен. Но здесь, например, можно вспомнить, что в языке таком распространенном, хотя речь здесь идет уже о языке все-таки метафизически насыщенном, но, тем не менее, часто вечность мыслится как бесконечная продолжительность во времени. То есть вечным именуется тот, кто бесконечно существует во времени, в будущем бесконечно существует и бесконечно существует в прошлом. Для богословия, когда мы говорим о вечности Бога, такой оттенок смысла или такое направление понимания вечности недостаточно. Бог вечен не просто в том смысле, что он всегда существует во времени и никогда не прекращает свое существование, и никогда не начинал свое существование. Он вечен в более возвышенном смысле, в том смысле, что он существует вообще вне времени, вне какой бы то ни было необходимой связи со временем. Он вечен в том смысле, что он никак, что на него никакого влияния время не оказывает. Поэтому, когда мы говорим о вечности Бога, вот этот оттенок смысла, слово вечность, слово вечность в смысле бесконечного пребывания во времени, то есть нахождение в необходимой связи со временем, этот оттенок смысла необходимо превосходить. От этого оттенка смысла слово вечность, когда мы говорим о Боге, необходимо очистить. Или еще один пример, он предполагает обращение к той тематике, которую мы подробнее рассмотрим позднее, когда перейдем к троичному богословию. Но давайте его приведем. Это именование первого божественного лица причиной второго и третьего божественных лиц. Поскольку второе и третье божественные лица, второе божественное лицо рождается от отца, третье божественное лицо исходит от отца. Поэтому отец является единой причиной сына и святого духа. От каких же оттенков смысла важно слово причина в таком богословском словоупотреблении очистить, чтобы не прийти к недопустимым, ограничивающим Бога выводам. Во-первых, в обыденном таком мышлении слова причина и следствие, слова причина и следствие, проистекающие из причины, часто неразрывно связываются со временем. То есть предполагается, что причина это то, что предшествует следствию во времени. Сначала причина, потом во времени проистекает из нее определенное следствие. То есть в обыденном языке категория причинности неразрывно связывается со временем часто. От этого оттенка смысла, слово причина, когда мы говорим о Боге, о божественном, первом божественном лице, следует, несомненно, очистить, очистить это слово. Бог вечен, как мы уже сказали, в том смысле, что он пребывает во времени, соответственно, и как причина, как причина он не связан, не связан ни с какой категорией времени. Еще один оттенок смысла, который в обыденном языке предполагается словом причина, это представление о том, что причина всегда выше следствия. Причина это нечто более важное, более существенное, значимое, чем следствие. Как источник следствия. Да, источник всегда выше того, что из него проистекает. Вот такая идея, также метафизическая идея предполагается словом причина. В богословском понимании и этот оттенок слова причина неприемлем. Ни в коем случае из того, что мы называем отца причиной сына и святого духа, не будет корректным вывод о том, что отец выше, более божественен, чем сын и святой дух. Нет, отец является причиной сына и святого духа, но при этом сын и святой дух столь же божественны, что и отец. Безоговорочно, столь же божественны, что и отец. Ну вот, это пример такого апофатического очищения категорий различных богословских. Но мы еще более подробно и этот пример, и другие стороны троечного богословия рассмотрим далее. Кстати, здесь же мы упомянули еще ряд, можно сказать, несколько таких богословских категорий, принципиально важных для понимания Бога, для православного понимания Бога. Мы назвали то, что в богословии именуется апофатическим свойством Божиим. Сказали, что апофатическое свойство, то есть неправильно я сказал, ипостасным свойством второго божественного лица. Сказали, что ипостасное свойство сына это рождение от отца. И, конечно, здесь слово рождение, хотя оно взято из языка обыденного, обязательно должно быть очищено от тех оттенков смысла, которые в обыденном языке связываются с этим словом. Рождение, например, сына от отца во внутритроечном бытии, мало того, что нельзя мыслить как процесс, протекающий во времени, его еще нельзя мыслить и как то, в чем происходит отделение, отделение сына от отца. Троица, единосущная и нераздельная, никакой отделенности божественных лиц друг от друга в Боге мыслить недопустимо. То есть вот эта идея отделения тоже, эту идею отделения тоже следует вычитать из ипостасного, из слова, которым обозначено ипостасное свойство второго божественного лица рождения. Но это еще один пример вот такого использования, практического, можно сказать, использования в богословии апофатического пути богопознания. В конечном счете апофатический путь богопознания призван постоянно возвышать мышление человека, когда речь идет о Боге, превосходить привычные категории человеческой жизни. Даже те категории, которые в человеческой жизни, может быть, встречаются не в повседневности, а те, которые человек формулирует специально, задумываясь в своих метафизических рассуждениях. Но к этим примерам, к апофатическому и катафатическому пути богопознания мы будем обращаться и далее. Ну а пока на этом можно закончить наше и рассмотрение апофатического пути богопознания и всю тему богопознания.